всем доброго времени суток дорогие друзья пузо втянуть я более так спортивно выглядел надо еще грудь приподнять и такого еще вот так раму раму искусственно так ладно не будем придуриваться и так решился не значит снять видео отличная замечательная погода солнечная несмотря на то что карантин я даже ставку сделано то что у нас к среде должно быть стать и полтора миллиона зараженных а у нас честно данный момент 1 миллион 200 там с копейками тысяч отстают сволочи вот лентяи клятые не хотят работать ни хрена давайте заражайте полтора ляма а вы значит делайте ставки сколько у нас к этой среде значит будет заражена вот а пока сегодня хотел разобрать у нас распространенные мифы по поводу похудения питания и спортивного питания вот и начнем мы конечно с первого мифа это у нас миф о спортивном питании она увидишь ли улучшает форму как бы это так сказать помягче ну она не улучшает форму на самом деле все спортивное питание в основном это процентов 90 это обычные бады что такое бады это обычная еда аминокислоты протеин гейнер взять тоже гейнер кстати это пищевой концентрат хотя как его можно в принципе назвать концентратом когда в этом ухты ёб твою мать вымазался когда в этом продукте принципе столько же углеводов сколько и в макаронах так смысл тогда гейнер покупать если можно жрать одни макароны потому что углеводы в принципе ну как бы в принципе почти одинаковые вот и за исключением что в гейнере используют мальтодекстрин это быстрый углевод ну а макароны имеют низкий гиликемический индекс по крайней мере ниже чем мальтодекстрин и как бы они более выгодно смотрятся также еще картофель можно жрать допустим там амин амилопектин есть это насколько помню это такой очень значит очень очень медленный углевод такой с очень низким гигагемическим индексом самое на мой взгляд востребованная добавка если у вас допустим в рационе не хватает вдруг белка вы едите мало мяса яиц или в этом веган какой-то вам нужно обязательно потреблять белок извне то есть протеин как раз для этих целей очень хорошо подходит потому что пищевой концентрат белка там много и он доступен и соевый протеин то есть в принципе другие протеины тоже сывороточные те кто себе позволяет на веганской диете то есть продукты животного происхождения но есть из как я уже сказал соевый если гороховый даже протеин вот насчет остальных не помню но от гороховый точно есть это стопудово а по поводу того что но кстати опять вернемся к тому что форму улучшает не улучшает она форму улучшает форму только диета и профицит калорий соответственно и самое главное прежде чем строить красивую рельефную фигуру для этого нужно массу набирать нарабатывать вес то есть работа с отягощениями физические нагрузки и соответственно набираем вес и потом уже только сушимся когда у нас есть уже какая-то база потому что если мы сразу начнем это делать даже если у нас изначально вес большой ну рискуете выглядеть как облезшая курица поэтому обязательно надо вес сначала набирать но и опять же отступлю если у вас вес большой то вам наоборот надо сначала скидывать и потом набирать вес вот так вот по поводу жиросжигателей кстати все жиросжигатели в основном они так или иначе содержат кофеин то есть на основе кофеина все сделано поэтому смысл тот же допустим метилдрен или еще какой-нибудь подобный препарат покупать если можно просто пить кофе также заворной тоже очень неплохо тонизирует и на дети как раз сама это единственное что на ночь как бы лучше его не принимать потому что потом хрен заснете а если будете плохо высыпаться у вас будет плохой сон как говорится то потом и физические показатели у вас будут падать и апатия у вас наступит и вообще общая усталость будет поэтому на ночь ни в коем случае какие никакие стимуляторы вообще принимать не стоит то есть ночью вы должны ну или хотя бы даже если не ночью то днем хотя бы несколько часов нормального сна у вас должно быть так поехали дальше второй миф у нас о том что вегетарианцы не могут накачаться а чё же не могут могут конечно при соблюдении нормальной диеты сбалансированные когда вы будете получать все аминокислоты все макро микро нутриенты полезные вы обязательно наберете нормальную форму все могут накачаться поэтому как бы миф о том что веганы видишь ли у них там недостаток недостаточное питание еще что мне так не так допустим или на растительном питании не в основном сидят есть веганы который как бы совмещает там позволяет себе яйца и молоко пить и если такие веганы ну как бы вполне могут как все накачаться то есть ничего такого здесь нет я допустим когда к соревнованиям готовился помню на европу я вообще сушился блин буквально вот на одних тортах то есть на одних углеводах сидел просто у меня уже как бы запасы в мышечной массы был я вообще не переживал то есть получается сколько месяцев четыре или шесть по моему на диете сидел и нормально просушился отлично все было вот то есть организму в принципе для того что для жизни вообще если у тебя уже база есть нормально эту белка как бы для твоей для поддержания твоей формы надо не так уж и много как все думают а то обычно жрут там блин тоннами белочные продукты и как бы надеяться на то что у них каким-то чудесным образом что-то отрастет ну как бы сам чудесным отраску образом может только геморрой отрасти а вот еще у нас очередной миф в том что какая собака большая сейчас утащит меня еще загрызут наш коронавирус у них голодуха бабки не кормят так миф очередной нельзя есть после 6 можно есть после 6 это блин просто я не знаю кто это придумал вообще потому что как бы физиология на после шести никак не меняется и организм продолжает жечь калории в любое время суток независимо от того когда вы едите самое главное это общая калорийность вот если вы там посчитали себе ну вот ну как посчитали допустим методом тыка обнаружили что вот вам надо съедать сутки чтобы ходить одну 1600 калорий и вас весь падает то вот раскидать их можете на весь день хоть на ночь блин без разницы то есть главное чтобы в сутки съедали именно такое количество калорий если вы будете переедать да вы не будете худеть соответственно если будете слишком мало потреблять калорий ну хреново себя чувствовать будете хотя худеть будете все равно то есть также есть мифы типа о том если вы не худеете у вас типа неправильно составлено диета там уменьшать калории это типа не выход нет как раз это выход блин потому что блин во первых все зависит от количества вашей физической активности дневной то сколько вы ходите гуляете занимаетесь спортом и так далее то есть все это тоже влияет на жиросжигание также ваш индивидуальный метаболизм как бы но он в принципе у всех одинаковые ну как бы есть какие-то особенности ну все же и питание самое главное должно быть низкокалорий калорийным только тогда вы будете худеть в ином случае нет поэтому блин можете в любое время суток жрать просто соблюдать промежуток между приемами пищи то есть у вас примерно должно где-то выходить 300-350 калорий каждые четыре часа вот примерно вот так вот у вас должно то есть и тогда вы будете худеть ну соответственно конечно как бы тоже методом дыка обнаруживаете свою калорийность у кого-то это 1600 калорий около 2000 калорий у кого-то две с половиной тысячи калорий у меня допустим это 2 300 примерно а вот такие вот у меня показатели так ну и следующий у нас миф о том что жиры делают из вас жирдяев жир это блин такой же нутриент как белки и углеводы он просто в два раза калорийный калорий не там то просто больше энергии он не делает вас жирным если вы не будете переедать жир наоборот полезен для ваших суставов для вашей кожи блин в целом блин даже гормоны блин производится с помощью жира поэтому обязательно надо потреблять понятное дело опять же если мы приходим к тому же к чему до этого говорили об общей калорийность если вы переедаете то неважно что вы будете есть белки или только жир у вас будет набираться лишний вес поэтому здесь тоже как бы нужно соблюдать определенную калорийность и только один жир не сделает вас жирным то есть это только исключительно из-за переедания все происходит поэтому обязательно нужно жрать допустим по норме женщинам там 50 грамм жира сутки нужно съедать чтобы нормально себя чувствовать ну и мужчинам примерно где-то тайну чуть больше там 60 70 где-то около того средних размеров я имею 200 человек там 70 или 80 килограмм 90 килограмм для мужчины до 70 грамм жира это нормально для женщин до 50 грамм вернее не до 50 а от 50 то есть меньше 50 по норме им как бы уже не камельфо есть ну а я придерживаюсь того мнения что в принципе неважно какой у вас там состав по нутриентам это не особо то играет роли главное чтобы вы потребляли какое-то количество белка жиров и углеводов у вас как бы должно быть в рационе не то чтобы преобладающее количество ну тоже тут как бы индивидуальный подход высчитывать нужно хотя я не сторонник особо вот этого всего высчитывания вот самое главное блин я я вы не подумайте я тоже раньше сидел блин с листочками с калькуляторами сидел высчитывал сколько еще вот он съедал блин в итоге после нескольких лет вот это вот самое истязание блин я пришел к выводу что это абсолютно бесполезная затея все стал мерить потом на глаз ну как бы опыт уже хотя я не скажу что она совсем бесполезно было потому что принесла какой-то опыт у меня уже появилось какое-то чувство веса да я уже могу определять где чего примерно помню где каких продуктах сколько белка там углеводов содержится и так далее то есть это как бы свою пользу принесло но в общем принципе высчитывать до грамма не имеет никакого смысла потому что ты просто не знаешь ты физически не сможешь посчитать сколько ты в сутки точно израсходовал калорий или сколько тебе надо то есть ты должен потреблять вот поставил себе планку там тысячу как я уже говорил 1600 или 2000 калорий или две с половиной тысячи калорий вот ее и придерживайся и самое главное просто в рационе чтобы было больше белка есть больше белковых продуктов и будет все у тебя в порядке и ну и жир конечно же допустим те же яйца я ел тоже с желтком не выкидывал желток если мне надо было понизить калорийность конечно же я от него избавлялся вот такие вот у нас пироги так что видео получилось сегодня у нас коротеньким таким но надеюсь информативным хотя пихтарил блин тут просто хрен знает откуда блин 10 километров намотал чтобы снять видос вот ну как бы надо было прогуляться за одном потому что уже дома сидеть как бы не в моготу вот и это кстати не за и не за карантина я в основном такой дома все знаете так что всем спасибо за просмотр дорогие друзья всего вам хорошего